Всем добрый вечер! Сегодня у нас 15-я встреча IT Talk. IT Talk – это открытое IT-сообщество, организованное командой DataArt. Мы здесь говорим на IT-шной и около-IT-шной темы. Вот сегодня у нас тема про видеоинфографику. Расскажут Богдан и Саша. У них есть свое креативное агентство «Шесть шляп». И они сегодня поделятся своим опытом. Передаю им дальше слово. Прошу прощения. Мы еще в конце разыграем три призовых футболки. Для этого я вам сейчас раздам анкетки, которые нужно будет заполнить. И по этим анкеткам мы будем разыгрывать футболки. Здравствуйте. Хотелось бы узнать, кто пришел. То есть вот интересно, да, кто. Есть ли дизайнеры здесь? Класс. Четверть дизайнеров. Окей. Кто пришел? Продавцы. Да, есть ли кто? Кто продает уже видеоинфографику или инфографику? Или дизайнер, который продает себя в компании? Ага, меньше людей. Хорошо. А есть ли здесь руководители проектов, проект-менеджеры, там, не знаю, собственники бизнесов, которые понимают, что инфографика нужна, чтобы продать свои товары, услуги, как-то презентовать себя? Ага, ага. Хорошо. Есть ли здесь студенты и другие люди, которые пришли просто посмотреть, что это такое, вот, потому что, хорошо, потому что четверг вечер, да, холодно на улице, как мы, мы просто прибились, потому что реально холодно на улице уже, думаем, что-то проведем. Окей, спасибо. Тогда, Богдан, начинай. Теперь я, да, буду расспрашивать. Ну, в принципе, очень интересная тема. Инфографика и видеоинфографика. Инфографика и видеоинфографика, это, ну, как я считаю, это брат и сестра, да, то есть они родственники, но просто каждый занимается своим. Видеоинфографика, она, если она создает какие-то движения, то обычная статическая инфографика, она доносит информацию, которая не доносит, допустим, текст. Правильно? Вот что для вас вообще инфографика? Где вы ее могли видеть? Ну, будем проводить так, вопросы в зал. Газеты. Газеты есть. В газетах, журналах, как правило, сейчас для того, чтобы заменить, заменить те скучные тексты, которые там пишут, прочитывают, да, люди очень торопятся, люди куда-то соревают. Время спешат, поэтому придумали сейчас канал коммуникации, это инфографика. Она, собственно говоря, облегчает нам способ восприятия любой, любой вообще информации, которая есть. Скажите, пожалуйста, кто может привести пример инфографики сейчас? Ну вот сходу. Хороший пример очень, видео. Мы постараемся, чтобы в сознании потребителя было при слове инфографика, когда в видео, а не хотелось бы, чтобы еще шесть шляп сразу, в следующий мысль. Хэштег шесть шляп. Диаграммы, что такое для вас диаграммы? Диаграммы, да, это как элемент. Без диаграмм, собственно говоря, да, либо без графиков, инфографику можно представить, но она будет дополнена и более правдоподобна, я бы так назвал. Потому что все знают, что цифрам можно верить. И вот любая цифра, которая будет показана на каком-то примере, да, она как-то вносится в сознание людей, и ты вот смотришь, ага, и понимаешь, там 15 тонн кукурузы продали, 12 тонн ушло на экспорт, 3 тонны осталось здесь. То есть ты понимаешь, ты оперируешь уже этими данными. Просто когда говорить урожай, урожай непонятно сколько это. Это два кочана, либо, там не знаю, в руке попкорн собрали. То есть этого непонятно. Да, Саша такой рисует. А ну дай мне, нет, ты мне дай презентер. Смотри, ничего не происходит. А, нет, происходит все-таки. Вот, да. Что такое инфографика и какие задачи она решает? Вопрос, зачем она, как это будет? Ой. Окей, спасибо. А вашему? Чтобы запамяталось за короткий час. Ага, передать суть, чтобы запамяталось, да. Упростить, да? Для простоты. Спасибо. Вижу. Пример можете привести? Вижу, вижу. Да, спасибо. Да. Зачем? Например, тот же урожай, там, он, там, это, типа, вот, вагончиками, там, вагончиками, там, контейнерами. А, да, супер. Урожай можно изобразить вагончиками-контейнерами. Давайте уже теперь, как, ну, будем углубляться профессионально. Зачем? Сейчас, секунду, вижу, секунду. И в итоге, зачем ему быстрее всего? Ага. Хорошо, окей, спасибо. Да. Да, в одной картинке, либо... А вопрос тогда, а как в одной картинке? Да. В одной картинке показать, к примеру, что, ну, вот, медиа-медиа-холдинг какой-нибудь, либо медиа-рынок целый. Один плюс один, два плюс два, там... Буф. Буф. Я упал. Я упал. Интересно, люди понимают в камере, что им говорят. Как по мне, инфографика, она, как правильно было сказано, да, она упрощает информацию. Она ассоциирует ее с чем-то. Допустим, это может быть... А, к черту, к примеру. К чему? Давайте просто пример возьмем. Я сейчас у меня кучу картинок в голове. Какие примеры есть? Как можно? Телевидение, да, можно изобразить телевидение. И возле телевизора написать, на ободок мы наводим, значит, это столько-то зрителей нас смотрят. В самом телевизоре мы можем показать, что столько каналов находится в этом медиа-холдинге, да. То есть, инфографика, прежде всего, для того, чтобы создавать инфографику, нужно понимать образ. Какой у нас есть образ? Так, а где владельцы бизнеса там были? Какой у вас бизнес? Что вы делаете? Вот что, какую бы вы инфографику создали? Какой образ вашего бизнеса вы бы разместили на инфографике? За вами, да. Я на вас, я просто сквозь прожектор. Его зовут Виктор, это мой текст. Ты не знал просто, думаю, мало ли что, мы сможем на Виктора. Значит, вы... Да, у меня три подсадных просто. Сервис совместных покупок, вы слышите? Давайте попробуем все, если у вас нету, да, давайте... Три предложения. Что это за сервис, чтобы все понимали, суть саму. Есть какой-то продукт. Я повторяю просто, чтобы они слышали. Айфон. Мы продаем 5 айфонов, и это будет на 10% дешевле. Мы продаем 5 айфонов, чтобы было на 10% дешевле. Айфонов в течение двух лет. Это совместная покупка, это все айфоны. Как будто бы вы создаете оптовую группу какую-то, да. Одному человеку, а нескольким. Круто. Окей. Какие есть идеи? Коллеги. Буду называть вас коллеги. Ну, соответственно, давайте взглянем график. Нет, график мы можем использовать. Вы спецназ? Вы видите его фото. Это подсадной твой? Да, нет. Второй подсадной? Нет, нам нужно для определения бизнеса, нам нужен образ. Судовую систему сразу используем. Супер! Как это изобразить? Как суть? Статическая. Мы потом... Саша, а ты хороший художник. Я символист, ты видишь? Что, в минус? Уже понятно, чем занимаются, ребята? Нет, нет, да? И еще думаем. Как ты уравнял их? Сейчас мультик нарисую. Здесь, когда мы... Мне лучше нужна динамика, хотя бы, ну, изображение динамика, делим на 4 штук, короче. Вот здесь у нас картинка, делим мы ее на 4 штук. Ну, это, начальное, типа, ну, одним из целью вверху, ну, чашечка, другая внизу. Типа, там, которая вверху чашечки, типа, здесь, короче, 5 человек, которые купили айфон и они получили 10% скид. А здесь, типа, ты один человек, а ты за такую сумму. Это начальное получение. Потом получение в ту сторону, типа, ну, если все получилось, набралось 5, то все будет, человек, короче, не учел. То есть, если на уровне все получили денег, нижняя, там, еще какой-то вариант, и, ну, типа, по диагонали, вот такие, можно, типа, 4 варианта. Можно обращенно, 2 варианта. Интересно, вы нас понимаете? Вам рассказывать все, что он рассказывал? Мне понравилось. Ну, действительно, да. Смотрите, иногда суть нельзя изобразить одной картинкой объективной. Ну, объективно, да. Да, ребят, бизнес, есть фишка в том, что бизнес-то, он ни разу не обычный. То есть, это новая какая-то штука. Это вот у меня когда-то клиент был дизель, ой, эти, ледогенераторы. Вот, вот как его было продвигать, никто не знал, что такое ледогенератор, да. Вот, вот, примерно, потому что зубная паста, что мы изображаем, когда у нас зубная паста? Тюбик. Все. Понятно всем все, да, и там зуб лежит. Да, или челюсть, или щетка, или... Да, ну, можно думать. Но вариантов немного, да, здесь же вариантов много. То есть, для того, чтобы объяснить ваш бизнес, быстро найти, действительно, можно использовать инфографику, и можно показать это какими-то элементами, как будто бы комикс. Один из вариантов, да. Да, суть в чем... Суть в... А? Гифка? Да, суть в чем... Что я хочу донести? Инфографика? Подожди, выходи, это подсадной, да, твой, по-моему? Это не мой, я тебе говорю. У меня еще два подсадных осталось, и я их не палю. А суть в чем? Что мы хотим донести? Инфографика – это просто инструмент. Инструмент для вот этого, то, что вы говорили. Упростить, донести, можно еще инструмент, я очень люблю продать. Ну вот, да, как некая сверхцель. Спасибо. Значит, да, как Саша правильно сказал, упростить. Ой, нет. Как? Ух ты что, вот, да, вот здесь мы. Человек, что это? Да, это резюме. Обычное резюме человека, который поступает. Просится на работу, чтобы его взяли. В принципе, в инфографике, если мы напишем наши скучные резюме, там, где опыт работы, да, куча букв, какие-то даты непонятные. Зачем даты? Вот меня интересовало всегда люди, которые принимают на работу. Зачем даты? Какая разница, там, год ты учился, назад работал, либо два. Ну, ты получил какой-то опыт от этого. Здесь нужно питать знания. Поэтому он и показывает опыт. У него есть опыт, он владеет иллюстратором. Непонятно, чем для меня. Шучу. Фотошопим и прочими, да. Он, известно, где он учился. Известно, когда он учился. Он показал даже это мне назло. Известно, что он, какими программами или в какой системе он работает. Да, известно про него. Здесь неправильно. Известно, я не увидел просто, если честно. Да, вся контактная информация о нем. Социальная, не особо социальная. Социальная жизнь его есть. То есть можно посмотреть человеке. У работодателя сразу не возникает никаких вопросов. Он не читает много текста. Он увидел то, что ему надо из этого всего. При том, что даже картинка простроена очень правильно. Все знают картинка, строение рекламного материала. Это с левого угла в правый угол. Это движется зрение человека. Доказали, пересказали. Собственно говоря, человек, правда, как-то его зовут. А, вот, Влад Спиридонов. Я сначала думал, что его зовут Минт Ли. Но потом не понял. Но это, наверное, кличка его такая. Можно использовать инфографику в резюмешке. Теперь вопрос к вам. Просто на подумать, на прочувствовать. Представьте себе, что вы HR. Что вам нужно взять на работу человека. Ну вот, представьте себе. А кто вообще собеседование проводит? Поднимите руку. О, ну, вот уже 4 человека. Видишь, как работают пацаны. И теперь к вам пришло 7 резюме, допустим, или 10. Одно вот такое вот. И 6 абзацы. Абзацы, достоевщины я называю. Когда открываешь, и начинается уже бал. Бал. Да, читать с места балла. По-честному, зацепит оно вас? Да. У вас возникнет вопрос. Да. По скилзам. Равно ли он рубит во всех перечисленных скилзах? Имело бы смысл по каждому. Супер. Смотрите. Кто не ленивый, пожалуйста, сбросьте чуваку на почту рекомендацию. Ну, реально, я согласен. Ну, сделай так же, как с английским. О, английский и Russian, да? Не доработал. Не доработал, да. Я еще добавлю. Не, это график программ. Это где он работает в программах. А здесь как бы его, да, ну, я бы не очень сказал. Да, фотографии, это не отличный, это не только фотошоп. Да, это он любит фотографировать. Он, к примеру, фотограф. Ну, может, да, действительно, здесь может неправильно. Тут тоже особо непонятно, понимаете. Можно построить вот такую, вот такой график, но непонятно, насколько он владеет русским. Может, он глупо владеет русским, тогда английский у него нет смысла спрашивать. А? Не, ну, я понимаю, я тоже, как бы, вроде бы украинец, да, но у меня русский плохо. Поэтому здесь, да, это нормально, потому что я украинец, да. То есть здесь, здесь желательно бы показать, вот здесь бы можно было использовать процентное, соотношение, тогда понятен будет уровень. Хотя, в принципе, здесь посередине. Ну, это визуально мы можем догадаться. То есть, в принципе, это нормальная вещь, и она очень воспользуется, будет востребована у HR, чем просто обычное, там, резюме, которое, фотографии и куча всего, куча всяких буквок. Особенно, вот я спрашивал про тех, кто дизайнер, да, особенно коллеги-дизайнеры. Если вы присылаете вот такое резюме, это один дизайнер. Если вы печатаете, то, ну, вы тогда копирайтер, получается, да, отправляете резюме. То есть, ну, вам это ничего не стоит, объективно, да, согласитесь. Ну, вот нарисовать, там, ну, полчаса дизайнеру работы, там. Ну, уже другой вид, и ваш, ну, коэффициент полезного действия, его растет в разы. С точки зрения, это одна основная картинка, то есть, это все картинка, понимаешь? Это ассоциативная связь должна быть. Здесь, здесь, как правило, вот к резюме, здесь, смотри, использование в резюме инфографики, оно просто убирает все лишнее. Оно, здесь нет, как таковых, картинок или прочего. Вот, допустим, вот здесь. Это резюме, оно распечатывается на листик. Или отправляется на почту, спасибо, окей. То есть, да, ну, это не сайт, мы не говорим сейчас о вебверстке. Спасибо. Дальше. Да, в принципе, следующее, как бы, использование, у меня были такие слова, когда я думал, что инфографику можно в чем использовать? Можно использовать в резюме, да, чтобы у вас выделиться. Можно использовать, вообще, где она используется, какие темы она поднимает, да, социальные темы, коммерческие темы. Это, в принципе, и все, социальные, больше нет тем. Вот. Здесь, здесь же интертеймент такой, как бы. Начало жизни, да? Где конец? Где-то здесь конец. Что делает человек, на что он тратит, в принципе, кто-то сидел умный, кто-то считал, что он там 34 года. Здесь года, это года. В среднем человек тратит на то, на то, на то. У меня, конечно, как это, сомнения по поводу этих данных, потому что, если я столько все тратить буду, то я не знаю, до скольки мне надо жить. Вот. Ну, и по... Не-не-не, здесь года, я увеличил, здесь года. Я специально просмотрел, думал, я не знаю, да, вот как он думал по этому поводу, я вот, странно. Не-не-не, это, смотрите, это может быть в каком-то... Да-да-да. И здесь, в принципе, все понятно. Если убрать весь текст, вот представьте, вы убираете весь текст. Понятно по картинке, что в определенном этапе, либо что на определенном пути он делает. В принципе, да, правильно? Здесь, yes. Ну, правда, картинка просто не очень удачная. Ну, смотрите, мы сейчас... Коллеги, мы показываем это для примера. У нас не суть сейчас заковыряться в мозг того, кто это делал, да? То есть, это просто для примера. О чем говорит Богдан? Это один из лайфхаков. Как проверить, рабочая у вас инфографика или нет? Вы убираете текст и показываете соседу. И спрашиваете его. Называется тест на имбецила. Какой бы ни был у вас сосед, неважно, умный, неумный, да. Показываете и говорите, тебе понятно, что это? Вот убираем, например, текст вот этого. Тебе понятно, что это? Он говорит, ну, говорит, какой-то седой мальчик, да, толкает перед собой тележку с сельпо. Все, перерисовываем. То есть, должна быть коляска и должен быть дедушка. Да, убираем здесь текст, что это? Ну, говорит, вот, вижу, чувак в Макдональдсе купил бургер и доволен. Ну, да, или официант. Окей. То есть, мы понимаем, что текст инфографику, он дополняет. Это важный момент, не путать. А? Да, вот для совсем. Для того, даже, это для того, чтобы пойти от общего более к частному. То есть, инфографика, она должна быстренько в моем мозгу создать какое-то соотношение, должен понимать, что это, да, образ. И этот образ стучится в мой прошлый опыт. И он должен постучаться максимально быстро. Он должен пулей влететь вот в это вот глазное, это самое, понимаете, которое там в двери. И он не должен открывать дверь в глазок. У меня просто нет дома, да. Он должен влететь в глазок. А текст уже потом, когда оно влетает, он уже говорит, где он сел там, осел где-то. Понятно, что это вот там мне столько-то лет, я там куплю себе на машину там или еще что-то такое. Окей, понятно? Так, тестим инфографику. И лучшее восприятие. Сначала первое, что бросается в глаза, это что? Это картинка. Всегда. Не бросается текст. А, картинка. А, вот не успел. Ну, то есть, как бы сначала это вы видите, а потом вы читаете. Это всегда так. Да, все правильно. Это ссылки. Кто не знает. Здесь можно находить разные иконки для инфографики. Ну, вот, допустим, вам нужна какая-то презентация, либо где-то использовать. Вы можете зайти на этих сервисах. В принципе, много сервисов есть, где можно использовать, где можно брать эту информацию, где можно питать творчество свое, где брать какие-то материалы. Им надо тоже как-то этот скинуть, печать. Да? Записали? Хорошо, так. Так, это было почему-то, но все не по расписанию. Так, ну, откройте, у меня там не по расписанию все идет у нас. Скажите, пожалуйста, мой любимый вопрос. Чего бы вам хотелось получить? Каких знаний на этой нашей лекции, встрече? Где применять инфографику? Супер вопрос. Где применять? Инструменты создания. Как управлять миром сейчас? Ну, вот реально вообще вопрос, как стать миллионером, я считаю, неактуальным. Куча информации, просто масса. Уже... Да. Просто ждать. Уже мы близимся к этому, да? Это для самых быстрых. Для тех, кто не любит работать. Да, я... Вот видите, там пропустили фотографии. Вопросы, да? Давай. Как для дизайнеров сделать инфографику, чтобы она продавала? Спасибо. Самый интересный вопрос. Мой любимый вопрос. Это не подсадной человек твой? Нет, смотри. У меня нет знакомых таких красивых. Интересно. Да, вот смотрите, инфографика. Инфографика использования, как бы, может, социального, да, социального характера. Но здесь, я думаю, где-то здесь может использоваться сам вот этот бренд икра красная, да? Человек использовал инфографику, он объяснил, где берется, собственно говоря, икра. Объяснил тут по признаке качества, какая она должна быть, да. Какая она должна быть. И, в принципе, ну, то есть, он написал полностью икру, да, он использовал... Один и тот же задает вопросы, бацану, да. Инфографик, и правильно, инфографика, она использует... В инфографике нужно использовать образ. Потому что, если не будет образа, не будет четкого понимания, что это. И мы не сможем ее продать. Если... Правильно, да, бывают. Да, смотри. Здесь она показывает что? Она показывает икру. То есть, что мы видим? Мы не видим рыбу сначала, мы видим икру. Все, которые люди посмотрели, поняли, что... Ага, значит, здесь инфографика либо реклама, либо социальная какая-то инициатива, как правильно выбрать рыбу, ой, как выбрать икру и не отравиться. И дальше уже человек понимает, насколько интересна она ему будет. Потому что можно не зацепить человека. Ну, если вот мне показывать инфографику с куклами Барби, к примеру, да, она меня не зацепит. Я там не папа, я не девочка, не... Поэтому она меня просто не зацепит. Можно дальше? Вот. Ну, можно использовать, как сейчас, 21 век, мы используем весь контент для шеров, лайков и прочего, да, для популяции своего сайта, соцсетей и прочее. Здесь же инфографика, она просто использована ради того, чтобы человеку стало интересно, он перепостил и появилась какая-то... лояльность к нему, да, то есть, о, заинтересовались человек, постит хороший контент, значит, информация, которую он доносит... дошли мы уже, фактически, к этому вопросу, давайте подумаем, где применить. Вот здесь Богдан рассказывает, что можно применить, сделать что-то интересное, дать какую-то миру полезку. Если эта полезка реально полезная, то человек хочет поделиться, согласны? Или если оно прикольно, если нравится. Кто в своей жизни делал репост чего-то? Почему? Вот давайте выберем принципы. Понравился. Еще почему? Окей. Еще есть причины? Заплатили. Супер. Спасибо. Наш меркантильный мир. Хорошо. А такой вопрос. Если понравилось, почему репост? Зачем? Да, на чем мы делимся? Почему? Вот сейчас я взываю к вашим эмоциям. Подумайте. А что подумали, крутой. А, вот сейчас я... Обмен информацией нужно и так далее. Вот такое предложу, согласитесь или нет. Когда у человека есть чувство, что ему нравится, вот мне, мне нравится, мне это полезно, я получаю некое воодушевление. И этим воодушевлением есть желание у меня поделиться. Есть у кого-то еще такой? Или я одинок? Да? Спасибо. Спасибо. Да, тогда сейчас, секунду, секунду. Я хочу ответить девушке на вопрос. Как продавать инфографик? Один из элементов, это чтобы вызвать это чувство. Когда я хочу поделиться. Это принцип для спам роликов каких-то, да? Когда я хочу поделиться этими котятами, да? Вот у меня что-то вызывает еще чем-то, чем-то. Дальше у меня вопросы. Где мы еще можем использовать инфографик? В обучении. Супер. Да. Везде. Да, объяснить просто. В обучении. Где вы можете применить резюме? Видели? Устроиться на работу. Инструкции, да, к обучению. Вы в бизнесе обучения работаете? Нет. Вообще. Окей. Где еще? Еще пару этих. Продаю. Да, в интернете лендинги. Продающие страницы лендинги. Продажа упаковка. На упаковке в рассылку. В лицензионном соглашении? Нет, нет, нет. Это устоявший какой-то набор текста, да? Который все... Мы ничего с Богданом подписывать не будем. Мы сразу говорим. В лицензионном соглашении? Думаю, да. Ну, почему бы и нет? Я в инфографике... Смотрите, очень прикольное соглашение. Я по инфографике понимаю, что я подписываю что-то крутое. А дальше мелкий текст я лениво не читаю. И все, рабу у вас в кармане. Два. Два, да. Хорошо. На пальцах, да? Хорошо, поехали дальше. Сейчас используют... Сейчас правительство, по-моему, дышится, перешел на то, чтобы всю информацию доносить инфографикой. Поэтому... Ну, да. Поэтому понимаете, да. Можно дальше? Вот, да. Три вида инфографики. Какая это инфографика? Ух ты, правильно. Статическая инфографика, видеоинфографика и... Нет. Баннер это статическая инфографика. Слово на покупке. Кто, 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 да где, да, да. А, ну ладно. Следующий, да. Вот. Как мы можем использовать в рекламе, пиаре или маркетинге? Да? В рекламе кто-нибудь видел? Ну, в принципе, статическая инфографика, как правило, в рекламе больше используется, чем в видеоинфографике. Потому что видеоинфографика, это нужно... Нужна площадка какая-то. Ну, либо... Либо YouTube, да, можем так. Либо телевидение. Но телевидение у нас еще не доросло до этого. Потому что бабушка не поймет. И она будет думать, что и мультик показывает. И переключит на Ундину. Это немножко не тот. И мы еще сырые в этом. Вот. В видеоинфографике мы еще сырые. Реально. Реально рынка нету как такового. В пиаре... Как можно в пиаре использовать, ну, инфографику и видеоинфографику? Показать фонусы. Чем... Рекламу стоял выше, чем как-то реактивно. Да. А чем это отличается от рекламы? Ну, пиар что такое? Пиар это связи с общественностью, да? То есть пиар, как правило, происходит личный. Когда мы кого-то можем рассказать про кого-то. Есть черный пиар. Никто никогда не видел, как используют политики, как правило. Сейчас политика же прошла, да? Инфографику. Ну, инфографику, да, черную инфографику. И в маркетинге можно использовать в презентациях. Слайд-шоу – это та же инфографика. Все видели слайд-шоу, презентации. Это то же самое. Ух ты. А где можно брать данные и информацию для инфографики? Информацию. Я, будьте внимательны, информацию, не брать саму инфографику как образ. Там, если вам нужна стрелочка, там. Где можно использовать, ну, где можно взять? Вот здесь можно. Вот здесь можно найти абсолютно все. Нет? Кто сказал нет? Я скажу нет, сейчас. Вот кто мне подскажет? Мне сейчас для клиента одного нужно количество столбов в городе Киеве. Я облазил в весе этого, всего этого друга. Нету реально. Вот да, да. Я не могу туда истить. Я реально сижу и считаю по длине дорог. По длине дорог, да, и расстояние. Ну, вот, хоть какие-то данные. Потому что реально их негде получить. Но, к чему... А инфраструктура не дает? Ну, это нужно идти, наверное, и как-то там у них выпросить. Да, говорит, скажите, сколько столбов в Киеве. Пожалуйста, да. Ну, да. Да, ну, просто я против того, чтобы врать, но хочется максимально что-то хорошего. А вы можете сказать такую информацию, кто проверит? Вот, Саше нужно количество столбов. Очень важно в инфографике использовать данные, как бы... Не то, что вот такие, как бы, с потолка. Просто, как мне кажется, ты чувствуешь, что тебя обманывают. Ну, вот это тоже очень важно. Да, люди, когда видят, что откуда-то взято, они начинают доверять. Вот у нас был первый ролик, который мы делали. Мы делали для газовых приборов, вы не знаете, ВАРТа. Сигнализаторы газа. Ну, может, знаете. Кто использует эти приборы или кто слышал, знает. Это вещь, которая вешается при утечке газа. Если у вас утечка газа, он перекрывает газ, и вы... У вас нету взрыва, дом цел, соседи целы, живут дальше и вам пилят мозг. И мы написали в конце... Мы написали, мы дали статистику, там, 20... сколько? 90 случаев смерти. Ну, люди думали, что там, 2013 год, а что так мало? Что не каждый день умирает? Ну, то есть, они не верили этой информации. А когда уже здесь появляется либо ссылка, либо появляется, откуда взято, как мы любим говорить, звездочка, да? Тогда уже человек думает... Сначала, конечно, он подумает, а, мало, а потом, ага, не, значит, что-то ребята не врут. Значит, они говорят правильные вещи. Вот. Собираем мы информацию, размещаем. Дальше очень интересно. Нам нужно это куда-то впихнуть и как-то это вернуть так, чтобы это было понятно, чтобы это купили. Потому что, как правило, мы используем, чтобы эту информацию купили, да? Все мы люди 21 века, всем нам нужны доллары. Богдан просто, да, по хорошему курсу сейчас может продать кому-то. У него есть 5 долларов, я видел. Да. Вот, значит, важная информация, как использовать схему или концепт. Здесь уже у каждого свое. Здесь нужно сидеть и реально думать, как бы мы могли наш продукт завернуть в информацию, либо в какой-то блог, чтобы при просмотре, либо при показывании клиенту, потенциальному клиенту, маме, бабушке, чтобы они заинтересовались. А иначе, если вы покажете графики или диаграммы, просто. Да, это инфографика. Но не будет интересно. Сейчас мы живем в том мире, когда красива картинка. У меня девушка, она купила колонку портативную, только потому, что она красиво выглядит. Да, и она больше не использует ее. Ну, как бы люди любят глазами, поэтому первое, что в инфографике важно, это чтобы концепция, схема и дизайн они соответствовали, чтобы они дружили, чтобы они были лучшими друзьями. Если графически это изобразить, то есть какие-то несколько элементов успешной инфографики. Первое, это данные какие-то. То есть нам нужны данные, что мы показываем. Мы же не просто рисуем картинку. То есть нам, ну, простая инфографика, я не знаю, там... Ладно, что в голову первое пришло. Вход в туалет. Человечек похож на мужчину, да? То есть это уже данные какие-то. Это мужчина. Или там девочка в юбке нарисована. Это женщина. Это данные. Второе, как мы эти данные отображаем. То есть в какой картинке. И третье, это вот то, что... Почему дизайнер дизайнеру рознь и зарабатывают все разные деньги. Это вопрос, как он это совместит. И как он свое чувство вкуса, индивидуальное, персональное, и сможет прочувствовать потребность клиента, как он это вложит. Вот эта третья составляющая часть, она граничит какой-то метафизикой, является основным продающим элементом. Как? Почему? Почему именно так? Почему вот то? Это помогает инфографике быть успешной. Что просто данные и график, данный график, данная картинка, этого недостаточно. Оно должно нравиться. Вот здесь должно нравиться. Я забыл там, когда я показывал вам реклама, пиар, реклама и маркетинг, да, там было одно видео с пользования инфографики. Мне сказали, вам нужно включить восьмой, как это называется, восьмой файл, или файл под номером 8. Я буду так обращаться. Да, вот он. Ой, а можно? Ну, я буду так обращаться. Я бы это больше отнес Это информация о человеке Был рекламный конкурс Он мировой в Москве проходил В Киеве тоже есть КМФР Это можно отнести как к рекламе Рекламе самого конкурса Здесь была инфографика Использование регалий этого человека Использование его работ Использование информации Которую они пытались донести Чтобы завлечь людей на этот конкурс Это рекламный конкурс Здесь использованы рекламные его работы Видеоработы В принципе можно выключать Да, это Можно посмотреть Ну, здесь в основном как бы Было использование Кто он такой, да? Чтобы рассказать Чтобы люди понимали Что он достиг Почему он, собственно говоря В жюри конкурса Как он? Редлэп? Ну, это не конский В данной ситуации В данной ситуации Он Они размещались просто на сайте Он не продавал ничего Он просто рекламировал Вернее, информировал больше То есть у него не было задач никаких Ему не нужно было продать этот продукт Потому что этот продукт был уже настолько известен Это как использовать К примеру Айфон, да? Зачем Зачем ему рекламировать? Они рекламируют эмоцию Да Он рассказал кто Показали Вам показали кто он Показали его фотографии Показали сколько Наград у него есть Да? Что вам еще нужно знать о нем? Какие у него работы? Показали визуально вам Работы его И вы уже Если вы крутитесь в этой сфере Да, вы понимаете Ага, я видел эти работы Да, действительно Чувак крутой Ну то есть Да, вопрос За счет того, что там много красного цвета Я просто ребятам, которые смотрят Буду рассказывать Он длинный Начинаешь уставать Хотел бы увидеть половину меньше С вашего рассказа, Богдан Я понял, что там рассказывалось Окей, смотрите Да Поднимите руку У кого похожие чувства Ничего, кроме раздражения Цветовая гамма Непонятно, что там было У группы много негодования Мы на грани На грани Фола, ребята Да, если сейчас В камеру брызнет кровь Я не знаю, кто на меня напал Или эта девушка Или этот мужчина Смотрите Здесь спасибо большое Такое провокационное видео Богдан включил Нет, вы не подсадной Да, подсадной бородач Еще один Остался Хорошо Смотрите Первое И на мой взгляд Самое важное Это цель Зачем С какой целью Какого результата Мы хотим достичь Мы делаем инфографику Зачем Была ли цель в этой инфографике Ну, в этом видео Там не инфографика Там, можно сказать, видео Да Давайте Люди, которые знают его Была цельевая По креативным фестивалям Окей Хорошо Сейчас Да Сейчас Навище робити без цельеви речи Мета завжди мая буты Спасибо вам большое Спасибо Услышьте Как вас зовут? Как вас зовут? Алина? Галина Галина обращается Я не знаю, сколько людей Смотрит этот видеоролик Галина просит Пожалуйста, делайте целевые вещи Ну, смысл Ну, живем один раз Объективно Да Что-то оставить нужно целевое Да После себя Я согласен Реально Цель Ну, часто бывает Смотришь Она не прослеживается И мы тогда начинаем дофантазировать Значит, это мрак уже, я считаю Да Что я хочу сказать Смотрите Вы должны понимать Этот ролик сделал Как бы Ну, крутые ребята Крутые ребята Поэтому здесь два момента Либо мы все не понимаем Крутости Да Ну, мы все Да, все Либо же Ну, что там Они такие Да ну Да, вот так Как-то Все равно на сайте Трафла Там 30 тысяч в день перехода Супер, спасибо Очень важный момент Целевая ли вы аудитория? Целевая ли вы аудитория? Целевая ли мы аудитория? А те, кто поедет, да? Кто поедет к нему на этот конкурс? Ну, да Рекламное агентство Да, рекламное агентство Это очень важная штука Потому что меня часто Вот Вымораживает Такой вот Такой вот баг Просто Вот В коммерции Когда Заказчик забирает Ролик Да Или вникать Начинает в написание Сценария Или в картинки Сам он продает Продает Например, там Хомяков Говорунов Ну, допустим Я постоянно мучаю эту тему Хомяки, которые разговаривают Повторюхи И я его спрашиваю Вот у вас есть этот хомяк? Он говорит Нет, а зачем? Говорю Все, говорю Вы не целевая Как вы можете на себя ориентировать Сайт Сценарий Ролик Инфографику Ну, это Это Эпик фейл Вы не целевая Вы То, что для вас будет сделано Оно не будет приносить результата Оно будет нравиться Аж одному человеку в этом мире Тебе Ну, готов ли ты за свое эго Заплатить Отвалить Сколько-то там Тысяч долларов При нашем-то курсе Понимаете? Очень важно Цель и целевая То есть 2C Это принцип Продающего продукта Любого Продолжаем Как ты расстроил Да Целевая аудитория Целевая аудитория Можно дальше Дальше О! Это Классная тема Я недавно с ней столкнулся Кто-нибудь знает это? Джонни Эпплсид Что это такое? Ну, да Есть такое Это Сказочный персонаж Ну, не доказано Это нельзя доказать Это сказочный персонаж Который использует Компания Эппл В своих презентациях Как правило Они используют И инфографику И прочее всего И они показывают Этого человечка Который Он На самом деле Он Как это было? Мещанин Правильно? Купец И он все время ходил Куда-то С какими-то зернами По каким-то Плотным Огородам Непонятно Чем он занимался И они как-то Вот так решили Использовать его По назначению Чтобы он Презентовал Их продукцию Странно Для меня было Странно это видеть И Ну, как бы Это очень интересно То есть Они создали Инфографика Там есть Там есть ролики Я их, к сожалению Не скачал Но они использовали Этого персонажа В целой линейке То есть Они инфографически Показали Как он и двигается Что он и делает И прочее Такое Ну, очень интересно Вот Моя любимая тема Это Да Это статическая инфографика Ну, почему Демотиватор Это мотиватор Да Если хочешь кататься На Сапсане Либо Хюндай Да Не стой там Близко Затянет И Здесь Я хотел Что я хотел донести Это статическая инфографика Да Она в принципе Ее многие видели Она разная бывает Она неинтересна Если ее показать Там есть видео Под номером 14 Смысл этой инфографики какой Не становись Потому что Ты можешь упасть Либо поезд тебя собьет И твоя жизнь Будет Непонятно где Да Прервана 13 13 Да 13 файл Это 13 файл Включите Это первый инфографический мультик Который что-то выиграл Это первый инфографический мультик Который выиграл Гран-при Гран-при Фестиваля в Каннах Это называется Самые нелепые Как эти Пути к смерти Нет Это Я жрю Вы что Я настолько популярный Здесь Здесь они показывают Сначала Какие Какие смерти А кто спросил Нашли это мультик Можно подарить футболку Человеку Я шучу Все честно Голосование будет честно Вот Ну я думаю Если вы посмотрите Или вы хотите Сейчас посмотреть Оно 5 минут Просто длится То есть Глупые Шаги К Смерти И в конце ролика Они показывают О метрополитене Что Человек Там Пошел У него шарик улетел Он пошел за шариками Поезд был Потом дальше Он Что-то там еще С путями связано Что еще А да На машине На машине выехал Когда шлагбаум Он уже был закрыт Он объехал И выехал Ну то есть Та инфографика Видео Она будет интереснее Вот этой И она будет Больше поститься И опять-таки Мы вернемся К цели Почему И зачем Создается Эта инфографика Не Это новая Это новая Это свежая Да Свежая инфографика Это Сапсан Это русские Успользовали И самое важное Что вот эта Инфографика Мультик Она была Распощена Один миллиард Один миллиард Просмотров на ютюбе Один миллиард человек Были осведомлены Вот этой рекламой Которая была в конце Метрополитен Я уже сам забыл Чего Потому что я не целевая Аудитория Можно дальше Па-бам Мы дошли до такой темы Очень интересной Эта картинка Как вы думаете Что это? Инфографика чего? Да Угу Вот как бы И все Ты хочешь показать Как создавалось? Нет, я хочу Да Когда Подобрано В принципе Все Все рассказано Все показано И самое важное В этой инфографике Все говорили Вот мы говорили Да Есть диаграммы И графики Здесь используется график Только он скрытый Как создавалось Да Сначала был создан график Ты Там дальше Друзья И как дойти до IPO И просто это потом Взяли образ Домики Потому что в домиках Как правило Мы работаем Мы там занимаемся Компанией работы Да IPO Это что-то большое Грандиозное Что я еще не видел Но к чему я стремлюсь Да Можно дальше Ну это тоже Тот же принцип Да Это IPO Здесь можете посмотреть Как создается инфографика То есть Ну это как делается Некий скетч Как некий сценарий Инфографики То есть Что Продумывается график Потом Что будет Количество людей То есть Как черновик Потом это дизайнер Все выводит И показывает Под идею Ну Того Кто это придумал Здесь важные моменты Нужно улавливать Особенно для дизайнеров Если бы Как Вот почему человечки Как вы думаете Вот так вот Здесь один Здесь два И все они разные Вот Да Правильно Они используют Разные ролевые функции Заявляется Я Он продолжается Во всех Дальше Соучредитель Да Дальше Еще Плюс там Семья Друзья То есть Они Вы уже понимаете Тогда Как используют И они используются Здесь Они каждый Используются По разному То есть Уже берется Этот образ Он переносится Сюда Переносится Потом сюда 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 Здесь Здесь уже образы берутся Вам тоже нужно понимать Вы не можете показать Если вы используете В инфографике Какой-то образ Вашего Продукта Либо Либо Какого-то человека Их нужно разделять Они должны быть разные А иначе Они сольются в кучу И человек После ролика Не поймет О чем это Или после инфографики Можно еще Ну это Это Бонус Дальше О Как сделать инфографику Понятной Для пользователей А Как Это видео инфографика Это видео инфографика Вы родоначальники Были Действительно Да Вот Самое простое Это То что рисовали На полях В школе В детском саду Это была инфографика А еще подписи Давно Наскальные рисунки В пещерах Это тоже инфографика Правда Для нас Она непонятно Что там Какой смысл Скрыт Они не подписывали Не хватает Текста Но это тоже Инфографика То есть там Были образы Лошадь Лошадки Бизоны Люди И так прочее Можно Калавишу Нажим Смысл инфографики Здесь Вот Кто объяснит Давайте по очереди Сейчас там Правильно Да Это Самые Самые Читабельные Книги Самые Читабельные Книги Читаемые Да Читаемые Я же это сказал Просто не то услышали Это самая читаемая Первая книга Это конечно же Библия Ну в принципе Это самая известная Инфографика Этот именно Экземпляр Собрал просмотров 107 тысяч То есть в принципе Его 107 тысяч раз Просмотрели Как правило Это Используют Там счетчики Есть Две недели Месяц Дальше уже все Она теряет смысл Видели Такую инфографику Это Инфографика Если бы Мир состоял Из 100 человек Тут Тут описано Кто чем бы занимался Какие года Как вот эти 100 человек Делились Да 60 От 15 До 64 Возраст был Там говорили бы На разных языках Вот столько языков Больше всего на китайском Телефонов бы имели Непонятно Что здесь Да 73 имели Сколько там 25 275 25 Да скорее так Не имели бы телефонов Да Дальше можно Вот Классно Способы визуализации Инфографики Тут можно дописывать Видео инфографики Мы Когда создавали Агентство Наш основной профиль Это заниматься Созданием Видео инфографики Почему мы Решили Вот как вы думаете Почему мы решили Это делать Динамикой легче Хорошо А если Допустим Вот статическая инфографика Как мы видели Да Это лист Как правило Там А3 А4 Это один лист Инфографик Видео инфографика Сколько это Это 30 секунд От 30 секунд До минуты И так далее Что Что тяжелее нарисовать Может легче восприять Потому что Отобразить По моему Как по мне Тяжелее Видео инфографику Потому что На инфографике Образ Придумать образ Схема и концепт Да То есть Тут про тот же бизнес Да Если бы мы показали Видео инфографики Человечки Которые покупают Показали цифры Графики Это бы Нам бы Не нужно было Придумывать Такой тонкий образ Который Надо использовать В статической инфографике Фишка еще в том Что Инфографика Она Ну Вот если так подумать Зайдем сдалека Какого больше всего Контента В интернете Текст Текст Графический Потом что Видео допустим Да Ок Какой Этот контент Это просто Способы донесения информации По сути Да Текстово Графический Или видео Какой способ информации Доносит лучше всего От целевой группы Комбинации И так далее А как вам текст Тяжко Тяжко Фишка в том Что Да Что текст Это какая-то ветвь Такая немножко Деградации Общества Потому что текст Это Ну он воспринимается Очень тяжело Чтобы его Чтобы его Чтобы его понять Его нужно читать Ну еще Да А наскальные рисунки Да Это смотришь И смотришь Да То есть сейчас мы идем Я вижу Сейчас мы идем Да К наскальным рисункам Инфографик Только начали подписывать Еще Да Да Не понятно Что важно Как реализовано Да То есть даже Самое классное Знаете Я Я Я иду Вот здесь не соглашусь Я иду завтра на лекцию Экономика в картинках Кто идет Есть здесь люди еще Вот я иду И И И И И там набилось уже Боль Несколько сот человек Куда На На дворце На дворце Спорта Киевстар Организовывает Экономист Не помню Как его зовут Приезжает На английском Рассказывает Он рассказывает Экономику В картинках Экономику В инфографике Он просто Доносит Он доносит Эти все Сложности Да То есть Обучающий процесс Он переводит На максимально простой К чему я веду Инфографика Состоит Помним уже Да Там с трех элементов Чтобы ее сделать По сути это картинка И текст Ну это картинка Текст Инфографика Видео Инфографика Что добавляется Музыка Движение Музыка Движение Ну образы уже Допустим Есть Динамика Сценарий Есть Да Озвучка Чем легче Передать эмоции Видео Или статикой Если Если Вы грустный Вы уставший После рабочего дня И вам Тычут Какую нибудь Там Бумажку Ну инфографика Да Вам захочется Ее читать А если Где-то вдалеке Либо где-то На мониторе Будет Дам Вейс Дай То Она Как-то Скрасит Ваше Унылое Настроение Где-то Привернет Внимание К чему-то Другому И в конце Вы поймете То есть Она вас Расположит Больше Она вызовет Вас Ту эмоцию Которую Не вызовет Статическая Инфографика И это Есть Я считаю Это Есть Плюс Большущий Офигенный Вот как Реклама Это Принцип В принципе Та же Реклама Видео Инфографика Да Ага Это В принципе Это правильно Он говорил о том Что Сейчас я Донесу До людей То что Может Перескажете Действительно Так Когда мы Заходим Но Суть в чем Что я хотел Сказать Да Я хотел Сказать Я хотел Сказать Такую вещь Что В видео Есть Тоже Картинка Это Есть Звук Есть Настроение Почему Смотрите Смотрите К примеру Моделируем Ситуацию Вам У вас Перед глазами Появляется Картинка Исчезает И появляется Музыка Следующая Что вы Запомните Витя Разная Целевая Аудитория Я согласен С вами Я Семь лет В интернет Предпринимательстве Сайты Сео Контекст И прочие Штуки Да Действительно Да Есть Две с половиной Секунды Чтобы Заинтересовать Чтобы он Остался А дальше А дальше А что дальше После того Как заинтересовали Что дальше Рассказать О продукте Заставить Купить Да И Инфографика Может быть Либо Инструментом Заинтересовать Либо Инструментом Заставить Купить Либо Инструментом Рассказать О продукте Я встречал Когда Я встречал Ну типа Видеосайт Это не Видеосайт Когда заходишь На сайт Сразу Выключается Видео Мне это Не нравится Еще бывает Очень громко Да Это Я считаю Что человек Должен Сознательно Нажать То есть Нужно Поместить Какой-то Информационный Блок Текстом Либо Той же Инфографикой И сказать Ему Посмотри Почему Он должен Его посмотреть Как минимум Да Либо Так все Свести Чтобы Он захотел Посмотреть Например Посмотрите За 25 секунд Преимущество Наши продукты Или Почему Вы Умрете Через 30 лет Хопа Замотивировал Допустим Вот Какого Цепляет Да Мы гарантируем Кто-то Подсказывает Из зала Пришел Снова Этот Гробовщик У меня Когда-то Семинар Был Гробовщик Это Было Шикарно Я Думал Как же Ему Инфографику Продавать Да Окей Да Я с вами Согласен Нужно Понимать Просто Цель Цель Да То есть Есть Цели Полагания Когда мы Смотрим На сайт Находим Любой Кусочек Какой-то Если Говорится Сайта И цель Этого Элемента Цель Этого Слова Этого Телефона Этого Видео И так Далее И так Далее Давай Смотреть Примеры Противник Давай Нет Так Не продает Ничего Вы Не правы В принципе Да Здесь Я согласен С вами Только Не сдавайте Меня Это Инструменты Реализации Инфографики Понятно Что Как Статическая Так И Видео Инфографика Использование Важной Информации Если Вы Используете Если У вас Данные И цифры То Это Использование Диаграмм Графиков И прочее Если Вам Нужно Вызывать Какие-то Образы То Это Образы Ну И Собственно Веря Это Дизайн Вот Если Бы Мы Были Наверное Лет Десять Назад Вот Этой Картинки Бы Не Было Потому Что Инфографики Не Было И Дизайн Как Таковой Не Считался Занужным Сейчас Если Дизайн Есть И Очень Хороший Дизайн То Стоп Нельзя Давать Процента Наверное Процента 80 Что Ваша Инфографика Понравится Ее Либо Перепостит Либо Вас Что-то Купит Вот Как Правило Это Так Происходит Мож Вернуться Один Лайфхак Хочу Спросить Если Вы Хотите Вызвать Эмоцию Что Обязательно Должно Быть На Изображении Человек Человек Потому Что Он Ну Смотрите Принцип Психии Котики Либо Котики Многие Очеловечивают Котов После 45 Одинокой Жизни Я Раньше Раньше Семинар Начинал С того Ну Здравствуйте Одинокие Люди У которых Нет Личной Жизни Вы Пришли На Наш Семинар Некоторые Начали Обижаться И Уходить Я Перестал Это Говорить Вначале Говорю В конце Чтобы Люди Расходились Смотрите Какая Штука Любая Информация Она Должна Найти Здесь Отображение Все Начинает Поднимать Из нас Прошлого Что-то Если Мы Изображаем Человека В Гольфах Вот Стоит Мальчик В Шортах И В Гольфах Вот Таких По Коленам У Кого Что В Воспоминания Какие Футбол Да Футбол А я Вспоминаю Детский Сад Нас Заставляли Ходить В Эту Ерунде Я Скатывал До Косточек Братина То есть Из Образа С Прошлого Начинает Подниматься Автоматически Заметьте Автоматически Какие-то Картинки И Воспоминания И Суть Того Кто Создает Инфографику Быть Немного Психологом И Понимать Какие Воспоминания В какой Целевой Аудитории Нужно Поднять А что После Воспоминания О футболе Происходит Вот Футбол Да Эмоция Пошла Вот Как только Начинаете Вспоминять Идет эмоция Детство Детский сад Игрушки Ковер У кого-то был В детском саду Кому повезло Кому нет Тот на ламинате Холодным игрался Вот Не было ламината Все Бетонный пол Бетонный Чешки Вот Кто вспомнил Чешки Какие эмоции Есть эмоции Сейчас Идет возвращение В детство Какое-то Эмоциональное Кто придумал Ты обувь Да Пальцы Начинают У кого-то Неметь Как раньше Да Это у балет У балет Чемпион Я не ходил На балет Вот и все Нужно просто Немножко здесь Цинично Манипулировать Прошлым Ареала Или общества Или целевой группы Которой вы стучите По сути Дизайнер Создавая инфографику Стучит Человеку В прошлое И задача Не просто Достучаться Одна из задач Это достучаться Это первый уровень Второй уровень Это поднять эмоции А третий уровень На эмоции Продать Ну продать Имеется ввиду Даже донести информацию Это социальный проект Который говорит Ребята Давайте не будем быдлом Давайте бутылку После себя В мусорочку Все-таки положим Да Это тоже продажа Нужно продать Мне идею Не быть быдлом Вот Окей Да Вопрос Согласен Но То что касается Соцпроектов Поднимает эмоцию Провоцирует Насчет Если читаешь газету Выдается политическая Социальная информация И дается иконографика В газете Можете читать статью И в принципе Я осведомлен И что И в чем вопрос Я не понимаю вопрос Саша уже говорил Что Смысл инфографики Это Ну вот Продать Они продали вам Они навязали вам Эту штуку И вы уже ходите С ней Либо не ходите Либо кому-то Пересказали То есть Они подняли у вас Какую-то боль Почему у каждого Вот С чем ассоциируется Когда вы увидите Заголовок Там допустим Порошенко Я не знаю Купил очередной завод Конфетки у тебя У тебя как-то Не так как у всех Не Просто вот В политике Да Вы сразу Поднимется Эмоция Ненависть Какая-то Типа Ах ты козел Мы тебя выбирали Я за тебя галочку ставил А на самом деле Там можно прочитать Совершенно другую информацию То есть Как вами будут руководить Как создан этот будет Проспект Либо это Видеоинфографика То есть Какие цели она Преследует Такую цель она До вас и донесет Понимаете Инфографика она продаст Проработает психолог Зацепит мозг Кинет туда в топку Дров И вы тут Начнете себе уже думать То есть В принципе Они выполнят свою цель Просто И ты уже Да Можно дальше Вот Мы только что Поговорили про Как визуализировать Инструменты Это опять-таки Работа Нашей знакомой С которой мы вели Недавнешнюю лекцию Работа очень классная И она Она сейчас Собирает просто Плоды Потому что Суть в чем Она использует График Либо диаграммы Как мы можем говорить Образ И добавлен дизайн И Всем понятно Да Учиться Никогда не поздно Либо Учиться Никогда не поздно Что Эйнштейн В Где она Добился успеха Только в 26 лет Джозеф Конрад Это английский писатель Добился известности В 39 В 24 И там еще Куча-куча разных людей Шварценеггер И прочее И Здесь понятно Все Она Это как бы Это социальная Идея Да Она не продает Там никаких книжек Никаких порталов И прочее Но Человек Который придумал это Будет востребован У клиента Который хочет у нее Что-то заказать К примеру Там Что-то в коммерции Да Связано Да Ну Смотрите Это опрождение Да До До обучения Вот этот Это дизайнерский ход Не более того Ну Возможно Смотрите Можно объяснить Это как Подожди Анекдот Зигмунда Фрейда Знаете все Да Вот И вот Приходит к нему Внучка Подбегает Такой Дедушка Дедушка Мне целую ночь Снилось Что меня преследовал Банан Он садит Садит ее на колени Гладит по голове И говорит Дорогуша Иногда банан Это просто банан Здесь я бы Правильно Саша Говорит Здесь можно Использовать Видите Она переходит С темного цвета На светлый Очень светлый И чтобы Чтобы Восприятие У вас Больше Было Как бы Вам понравилось Больше Поэтому Используется Такой Градиент Я же говорю Что здесь Помимо Всего Есть дизайн Это очень важная Вещь Она понравится Да Вы задались Вопросом Это прикольно Я не задавался Вопросом Вам уважение Можно дальше Здесь посложнее Будет Это тоже Видеоинфографика Она использует Статика В смысле Видеоинфографика Показываются Разные зоны Показывается Терминалы Показывается Что где Рассказывается Все подробно Они использовали Это для Для журнала Просто для того Чтобы люди Покупали Это журнал Инфографика Называется То есть Человек покупает Этот журнал Ну Почему Смотрите Цель Это журнал Называется Инфографика Он У него Каждые 7 страниц Или 8 страниц И на На каждом развороте Есть какая-то Инфографика Они не задаются Целью Что-то поднимать Они просто Показывают Как они Они себя продают Они показывают Как они графически Умеют Подавать информацию И если вам нравится Эта картинка Вам нравится Как они рисуют Вам нравятся Какие-то Может у вас Воспоминания С этим аэропортом Либо с другим Чем-то Вы к ним Придете Скажете Ребята О прикольно Вы нарисовали Это Нарисуйте Мне Вот То что я Хочу Вот Это Их Цель Они Рекламируют Себя Этой Штукой Да А здесь А здесь Домик С шариками Да Смотрите Цель Цель Может быть Разная Либо Здесь Отложенная Продажа Либо Двухуровневая Продажа Сейчас Мы вам Покажем Как мы Можем Но мы Не говорим Покупайте Вы вдохновитесь На эмоциях И купите Либо же Второй Вариант Я не знаю Продавал Этот журнал Или нет Но второй Вариант Они делали Что-то Типа Показа Мод То есть Вот Многие Там Ездят На показы Мод Но Эти вещи Не шьются Они Не входят В массы Просто Другие Дизайнеры Берут Черпают Оттуда Элементы Для своих Будущих Работ Вдохновляются Аналогично Такие Инфографики Могут Делаться Для того Чтобы Вдохновлять Читателей Их Узкую Целевую Группу Дизайнеров Специалистов И так далее Про финал Ну То есть Разный Ну Как Виде Вот Уже Две Цели Вон Там Оптимус Прайм Стоит Поливает Это То есть Ну Как Минимум Две Цели Есть Туши Да Это Было Да Мне Кажется Что Какая Тихорда Начинается Так Это Да Можете Записать Эти Волшебные Ссылки Линки Это Тоже Веб Ресурсы На которых Вы можете Черпать Инфографику Статическую Пока не придумали Кстати Может Кому-то Дадим Бизнес Идею Придумать Видео Инфографику Чтобы можно было Покупать Элементы И потом Компоновать Видео Вот Интересно Можно Дальше Дальше Вот тоже Запишите Вот эти сайты Это Это основа Всех дизайнеров Всех людей Где можно Собственно говоря Подчерпать Креатива Информации Может что-то вам Необходимо Там будет Здесь люди Размещают Свои работы Делятся Какими-то Ссылками И Ну вот Как пример Да То есть в принципе Тоже вот Задавались вопросом Зачем эта инфографика Она не зачем Она просто для того Что может вам понравиться Может вы себе На рабочий стол кинете Может вы кому-то Это Сделаете Share То есть Здесь нет смысла Здесь только-только Самая реклама Социальный Мне кажется Общий полезный вопрос А скажите пожалуйста Поднимите руку Кто готов поделиться Как вы вдохновляетесь Перед работой Будто вы дизайнер Не дизайнер Окей Ага Просматривайте Видео Картинки На пинтересте Музыку слушаете Вимео Да Смотрите Работы Другие Еще Что Мы это Вдувший Класс Ко мне идеи Кстати приходят Почему-то Больше всего Когда я руки мою Я не знаю То ли мыло Токсичное У меня Думаю Какой-то Ну вот Не знаю Так бывает Я знаю Композитора Который пишет музыку Всегда в машине Вот 90% Песен Его Очень популярны Всегда в машине На определенной скорости Эйнштейн Ванни С пузырями Кто еще Как У каждого Реально Здесь есть Свой ключик Который Во время еды Ну здесь Здесь стрёмная штука Чем более ты Популярный Тем более ты Более Да Уборка Да уборка Окей Давай переходить К видео уже Давайте сейчас мы Ладно Закончим вопросами Да Это Давайте посмотрим Давайте посмотрим А мы потом скажем Наше видео Это или не Наше видео Более Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры У кого дома газ? Кого зацепило немного Это видео Кто задумался О том Что может вольнуть Да Да Вопрос Вопрос задачи Ну не была поставлена Задача Запугать Запугать Понимаете Да Спасибо Действительно Вот мы Старались заложить То Чтобы была Тревога возникла У человека Тревога И чтобы он задумался Чтобы он не испугался Это важный момент Потому что Можно Пере Это самое Да Понимаете Да Переборщить И зачем запуганный Потому что Когда человек пугается У него закрываются Эмоции Он закрывается Напуганный человек Он неконтактный Человек с тревогой Он начинает Либо искать Какое-то решение Либо жить с этим Да В чем Инструмент Пуск стандартный Муви-мейкер Мы поехали Если интересно Можем рассказать Технологию Как все делается Процесс работы От А до Я Окей Под конец Закончим Мы там Да Смотрите Ну используется Очень просто Программы Все знают Да Какие программы Вы знаете Можно мы его На работу Возьмем Пожалуйста Я не знаю Восьми Да Мы рисуем Можно рисовать В фотошопе Но Там у меня был Слайд Называется Ресайз То есть Смотря под какие Цели вы делаете Потому что Можно использовать На телефоне На телефоне То что вы нарисовали В фотошопе Будет Будет видно Хорошо Но чем больше Если вы будете Использовать На таком экране То оно все Поплывет Потому что Это растровый рисунок Он будет давать О себе знать Мы используем Векторную графику И рисуем все В принципе В иллюстраторе Ну это Те кто поддерживает Макинтош Либо можно В Corel Draw Он тоже Это для Windows Он тоже используется Векторная графика Можно там еще одно видео Видео Номер Какой рекламный ролик Там написано Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому конечно тут вопрос издает а чего смешно смех есть разные смех есть глупый типа ахаха есть смех который улыбается вызывает да 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 это правильно то есть все нет целевая группа это этой рекламы были люди которые ну как бы которые заботятся которые понимают которые иногда задумываются что такое вода ну вообще люди которые пьют воду они начинают задумываться смысл какой были были же подняты вопросы что нам предлагает современный рынок ты задумываешься действительно что он предлагает что я покупаю что вы покупаете какую воду вы покупаете лично какую да вот у них у них у них немножко странное название название мы не могли поменять м м окей услышал сейчас буду отвечать да она чистая но горы сами горы они источники и радиации они впитывают и отдают это влияние воду никто не говорит что она грязная давайте сейчас да не будем в биохимию лезть я бы что предложил сейчас ответить на вопрос как продавать но не как как продавать с помощью инфографики да сейчас буду отвечать и на этом ролике посмотрите например на какие вопросы должна отвечать инфографика чтобы клиент у меня купил на сайте зачем мне это предлагает я говорю что это нет я начинаю сначала что это да помните про полторы две с половиной секунды о которых говорил молодой человек это реально ну на сайте когда мы переходим на сайт еще куда-то мозг очень быстро в наше время хочет понять нужно ему это или нет поэтому нужно донести максимально быстро чё это такое да окей да я согласен я это в там в обликаю в 4 вопрос что это почему я должен это купить это купить вот здесь ответы все все нужно показать здесь можно зашифровать например принцип боль или будущее то есть по сути все мы продаем либо уход от боли болит живот рэн и вид там да я уже не помню эти таблетки мизин форты хочешь чтобы не болел живот на да как это борьба с болью вот вам задачка такая задачка на тест маркетолога когда-то у меня сидела на семинаре клиентка и говорит александр а вот как бы мне продать мы продаем товар у них крем от угревой сыпи какая боль у клиентов с кремом от угревой сыпи стопка какая боль четко эмоционально это не ответ какая боль что что такого чё болит смеящаяся девочка что страдает от чего страдает от того стоп 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 важно по очереди я не слышу от того что от того что ее воспринимают другие не так как она бы хотела по руке пожалуйста да недостаток внимания да по сути у девочки у которой угревая сыпь на щечках если эти щечки кто-то целует и облизывает какая разница есть там угрюки или нету да пошла картинка эмоция вспомнили то юность вопрос что мы продаем мы не продаем решение избавься от угревой сыпи избавиться от угревой сыпи нафиг никому не нужно вопрос зачем избавиться от угревой сыпи ей тупо не хватает внимания от мальчиков при том сколько ей лет девочки это или мальчику этому какая целевая аудитория да это 14-18 14-20 да объективно что происходит в период 14-18 все да как бы мне 19 жизнь нет потеряла смысл да у меня все было и угри и крем и поэтому мы всегда продаем боль или будущее и по сути цена вопроса это вот это вот палочка которая между я так рисую боль будущее и стрелочка насколько быстрый путь мы продаем путь с боли в будущее насколько быстро мы можем эту девочку перенести в будущее и за эту стрелочку мы берем деньги ну так понятно продолжаем почему после вопроса почему я должен это купить какой вопрос стоит следующий допустим там все как как купить сколько стоит это все вот 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 здесь почему я должен это купить у вас да да почему у вас я могу крем от угревой сыпи либо же воду купить где угодно все вы продали вот допустим ролик продал мне воду думает да с крана не вариант при том что я на горе возле ледника и вулкан и вулкан вот-вот взорвется все это вода мне реально по ролику не подходит поэтому буду заказывать хорошо почему у вас я решил воду покупать почему у них почему и дальше нужно продать почему у них понимать эта структура продажи любого продукта что это почему я должен докупить почему должен купить у вас и еще какой-то последний вопрос почему сейчас очень важно дедлайном закрыть да пока эмоция здесь если видео дала эмоцию задача чтобы видео дала эмоции и на этой эмоции под видео либо в самом видео должно быть уникальное торговое предложение от которого я не могу отказаться если вы вызвали своим резюме эмоцию какую-то значит нужно написать почему то позвоните мне обратитесь ко мне не знаю у меня есть только две недели того чтобы вы с на мной связались да то есть почему сейчас заказа закрываем временем если вы соблюдаете четыре этих параметра скорее всего вы продадите или это не ваш целевой или же нужно работать над каждым или в боль вы не ударили не попали или не показали будущее вот и все любой товар где есть предприниматели еще кроме вас вас чудакам ну можно от какой-то разобрать вы можете сказать какой у вас товар мы попробуем сейчас подумать какая есть боль в будущем да да лэндинг кто понимает что лэндинг пейдж ну окей а какую боль решает лэндинг пейдж какая боль к кому вообще кто целевая лэндинг пейдж предприниматели да у которых есть сайт окей какая у них боль ну ну это как бы сайт да лэндинг да вот что ему нужно а а если мы не продаем клиентов а пойти дальше они хотят бабло они хотят бабло есть есть такой да давайте объясню тогда есть такой ну бизнес битуби битуси кто понимает о чем речь кто кто не понимает да очень важно если мы продаем битуси бизнес туклайн дату клиентов зубную пасту например это продажа ну нам всем по сути конечному физлицу зубная паста понятно нужно продавать ее там тебе нужно это боль татата татата в битуби когда идет бизнес бизнес например я продаю специальный порошок заводу производителю зубной пасты этот порошок конечному пользователю ванне пете коле он не нужен понятно ну допустим да там видео инфографика она конечному пользователю не нужно ну разве что эго там погладить ух ты у меня есть видео инфографика обо мне нафига она она для бизнеса делается для того чтобы в бизнесе что-то сделать это что-то это бабло пример пример очень простой мой любимый старый прикол да классный пример купите у меня 200 гривен за 20 он купит он купит за 2000 гривен 20 тысяч гривен но только но только через два часа нужно деньги привезти за 2000 гривен 20 тысяч гривен купите только нужно через два часа деньги достать понимаете если ваш продукт если вы в секторе b2b и ваш продукт приносит мне вашему заказчику бабло и я это догоняю то вы для меня помощник а не продавец я сам за вами ходить буду вы не продаете товар услугу это все ерунда вы продаете деньги если вы продаете деньги все человек покупает нужно объяснить это понятно окей четыре вопроса принцип боль будущее все вот так продается я ответил девушка наш вопрос да да как что я делаю с когда продаю лендинги допустим я говорю вот у тебя какой сейчас доход ну или оборот он говорит ну вот там я у оборот допустим 100000 гривен у тебя какой-то сайт с лендинга конверсия лучше правильно насколько лучше допустим на 15 процентов значит будет оборот 115 тысяч тебе нужны 15000 гривен нужны лендинг сколько стоит 10 тысяч гривен супер за три недели ты отбиваешь лендинг все нужно быть тупым чтобы это не понять вопрос как это продать как это преподнести ответил он на вопрос ну выпаде думаю да понимаете то ответил он на вопрос нужно просто уметь подать здесь помогает инфографика как инструмент в принципе да у нас там там еще там были такие что можно дальше чуть чуть не 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 этих людей у них вопросы есть а сегодня будет раскрыта тема видео инфографика нет да это вопрос о том куда вы хотите первое когда вы создаете продукт вы должны задаться вопросом куда вы будете где вы будете размещаться это очень важная информация потому что потом когда вы будете вам скажут нет нам нужно допустим не журнал а маленькая листовка вам нужно это все будет перерезать переконвертить это будет геморрой на это больше времени это больше денег поэтому сразу нужно задаваться вопросом для чего какая цель для чего нужна эта ну инфографика как делается этап не можно еще там еще точно они не по порядку все это последний слайд а я пока буду рассказывать не назад да все как как создается видео инфографика для вас есть продукт понятно мы долго думаем буквально на протяжении трех дней что собой представляет продукт потому что невозможно продать продукт не понимая его и это будет ваша ошибка если вы начнете предлагать клиенту такие инструменты либо такие образы которые не совместны будут с этой с этим продуктом поэтому этот продукт нужно понимать нужно я сейчас скажу какой я клиент мы просто сейчас клиенту доделываем видео но еще не готовы и в конце мы покажем а богдан на примере этого клиента расскажет значит выезд за рубеж работа за рубежом это внж видно жительство продажи внж и там офшоры и так далее все что касается работы и ведения бизнеса за рубежом а я сейчас его поищу при том да вы должны понимать они нам клиент ставит задачи что он хочет видеть в ролике какие задачи это он говорит целевая аудитория это люди которые сами принимают решения то есть в ролике не должно быть ни одного вопроса вы не даете им отвечать они сами после ролика принимают решение целевая аудитория то есть люди которые ну как как я это назвал то люди которые сидят так на диване ноги повесили у них есть какие-то определенные деньги и они готовы поменять эту страну целевой аудитории нету есть есть такая целевая аудитория но я имею ввиду что целевая аудитория как у меня когда я работал в рекламных агентствах всегда ставили это там студенты это 15-20 лет это 30-45 лет это обеспеченные и не обеспеченные там есть четкое понимание клиента этого здесь согласен да но они здесь не теряют бизнес они не потеряют бизнес вот определили целевую аудиторию определили целевую аудиторию с ним понятно прописываем сценарий в сценарии есть два момента мы либо вначале используем для того чтобы зацепить вызвать эмоцию мы используем боль которая есть то есть почему зачем нужна это будет компания вызвать боль какую какая боль может быть миграции никакой ну хорошо защита семьи и безопасность семьи это боль ну если ваша семья не в защите под защитой не ну это уже от вас как хорошо дальше для предпринимает это для предпринимателя чтобы вы понимали налоговая система боль судебная система боль окей смотрите то есть что делается первый этап первый этап идет где мой любимый зеленый маркер идет сценарий то есть после встречи с клиентом понимание его боли и какое будущее он предлагает своим потенциальным клиентам то есть что отобразить в видео по вот этой схеме четырехступенчатой допустим сценарий сценарий дальше он его утверждает то есть он посмотрел говорит ну окей сценарий делается на две части он как бы состоит с двух кусков первая часть это то что будет начитывать диктор вот эти все слова которые говорила девочка вот да ведь деда прадеда вот это он утверждает и вторая часть что будет визуально на картинке то что он увидит примерно хотя бы чтобы ему пока он читает нарисовать в голове эту картинку потому что слова диктора это ни о чем Там нет инфографических элементов, там нет ни боли, может, не расписано, ничего. Важна вот в связке, первый, второй. После того, как он утвердил сценарий, музыка и голос того, кто будет озвучивать. Он это утверждает, делается запись диктора, сводка с музыкой, чистка диктора специалистом звуковиком. И мы получаем записанную, вычищенную, сведенную с музыкой уже аудиозапись. После того, как аудиозапись у нас есть, мы начинаем отрисовку. Ну или параллельно идет отрисовка здесь. Рисуются картинки. Просто картинки, чтобы показать клиенту, в какой цветовой гамме будет, какая стилистика. Чтобы он понимал, какой вкус у дизайнера. Потому что был клиент, например, говорит, нет, нам вот вообще все не нравится. Тупо все. Вот никак. Ну окей, перерисовывается все, допустим, или как-то по-другому. Либо он говорит, ага, хорошо, это классно, это классно. Вот здесь, пожалуйста, цветной кораблик. Цветной кораблик, да. Я не шучу. Вот. Это нормально. Потому что мы все, мы люди, у каждого свой вкус. И после того, как он утверждает картинки, музыку, начинается монтаж. Монтаж? В какой программе монтажит, не монтажит? Да, автор. Да, бус стандартный, автор и серия. Монтируется. У нас еще было, просто Коля сейчас с нами нет. Часто на мероприятия приходит, и Коля садится там и показывает. И кто-то с монтажников, ребят, показывает, как он монтирует. Я расскажу просто. Вот этот человечек, который шел, он шел довольно кривовато. Ну оно смешно, весело, юморно. Но если мы хотим нормально, он шел без костей, да. Но если мы хотим нормально, есть определенный лайфхак. То есть они подтягивают живого человека, видеозапись, как он идет, и накладывают на него все элементы и прописывают, куда какая рука должна двигаться, нога, чтобы это было максимально гармонично. Чтобы он был не мультяшный, а был, ну он мультяшный, он максимально по физиологии, по биомеханике, чтобы он шел нормально. То есть никаких лайфхаков у них куча. После того, как смонтировали, все клиенту показываем, он смотрит, говорит, да, окей, нравится. Беру. Вопросы? Да. Этап сценария. Этап сценария по-разному. То есть есть два момента. Сценарий сделать, вот клиент говорит, вот срочно-срочно горит, хочу там и так далее. Я вижу, залипаем, сейчас 7 минут и мы заканчиваем. Окей? Все, последний бой, он трудный самый. Бывает, что вот день готова все. Бывает, что сценарий делается неделю. В зависимости от продукта, потому что мы вникаем в каждый бизнес и бывает бизнеса реальная, с которыми мы никогда не сталкивались. И чтобы понять, зачастую к нам приходят клиенты, которые, они любят свой продукт или не любят, неважно, хотят его продавать, не хотят, но они не могут сформулировать, почему его продукт должны покупать. Вот вытащить с клиента его уникальное торговое предложение, вот это кусок работы. После того, как это вытаскивается и уже преображается в какой-то литературный сценарий, чтобы оно было, ну не просто там, слева выскочило, мы самые классные, потому что 100 тысяч компаний покупают у нас, справа выскочило там, мы выиграли грант такой-то, там снизу у нас бесплатная доставка, сверху приходите, звоните, пишите. Все, тоже инфографика как бы, да. Но вопрос, где, где, где картинка, где эмоции, где вообще, блин, что-то красивое, да. То есть мы стараемся делать что-то красивое. Сценарий, дальше все остальные этапы. Ну запись, там, не знаю, там пару часов запись диктора, потом пару часов нужно все-таки почистить специалисту, звук, музыку надеть, да. Отрисовка в дни может занимать, смотря какой проект, проект может быть небольшим по количеству элементов, может быть большим, еще дизайнеру нужно время подумать, придумать, скреативить и понимать, да. Монтаж аналогичный, может быть человечек, которого нужно монтировать часа три, может не быть человечка, тогда весь ролик можно монтировать часов пять-шесть, ну за день можно смонтировать. Да, часто правка, клиент этого не понимает, это тупо переделывание всего ролика, с нуля. Вот сейчас клиент у нас говорит, ребята, очень длинный ролик, можете немножко короче сделать? Мы такие, то есть выбросьте 20 секунд, да, выбросьте 20 секунд, мы такие, понимаете ли, уважаемый клиент, есть два варианта, да. Как бы налево пойдешь, это мы тупо вырезаем куски ролика, какие-то смысловые, и без этих смысловых кусков он как бы живет дальше. Это вам ничего не стоит, это входит в стоимость, да. Второй вариант, мы перезаписываем снова человека, который звучку делал, переделываем сценарий, чтобы немножко уменьшить смысловые куски, например, да, почему-то вам не понравилось, непонятно, почему вы утвердили до этого текст. Ну так бывает, это нормально, на самом деле, это ничего страшного. И потом заново монтируется весь ролик, ну можно использовать элементы старого, как бы вырезаем. То есть, ну, по сути, выходит, вместо 100% работы, где-то процентов 70-60 делаешь точно. Это проблема, да, действительно. Окей, давайте посмотрим ролик наш, который еще до конца клиент не утвердил. И, да, один, давайте наберем просмотров, один. Спасибо. 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 да смотрите давайте пройдемся понятно что они делают почему мне это нужно это понятно какие боли какое будущее есть почему у них почему сейчас нет потому что это видео все не забывайте она на сайте на сайте это элемент сайта вот поэтому снизу под видео будет что-то написано а будет что будет стоять будет стоять форма быстрой заявки там бесплатная консультация допустим вот отправил заявку получи бесплатную консультацию окей давайте тогда крайние вопросы и благодарим будем благодарить вас за внимание и футболки раздавать аж до отвечу так без понятия и из и от и от забегу дальше нужно все тестить нужно тестировать вешаете баннер решите инфографику пускайте трафик 50 на 50 забегая как вы продвижение да и смотрите потом по одному дачу все все остальное это просто раз но фантазии на тему что лучше ты сюда спасибо классный вопрос дальше да не скажу вдруг это видео будут смотреть за рубежом я вам скажу так ну если вот брать наших наших скажем ребят конкурентов с москвы это три штуки низ мы не скажем цены вот конкурент да вот скажи это не будем мы не будем мы не будем не называй конкуренцию но знаю что москве 3000 долларов знаю ну по разность просто инфографика видео инфографика видео инфографики рознь то есть вы понимаете что если там есть человечек это плюс 32 человека плюс 5 часов монтажа это без отрисовки там без без ничего то есть это ну кусок этого день у человека выпал до у монтажника в украине есть минус 12 тысяч гривен по-разному я я знаю что вот например вот мы мы хотим выйти и выходим постепенно штаты европа вот штатах 457 тысяч долларов 15 30 50 да то что что у нас как будто их много у них но это нормально особенно для стартапов которые там ну сделал инфографический ролик и понятно чем ты занимаешься реально ну и посты видишь уже вот основные клиенты все понятно мы делаем это настолько там и хотим это получить такие-то инвестиции тогда-то тогда-то все 45 секунд я все понимаю да я очень ее хочу но понимаете я с удовольствием и у меня вторая компания джу серти маркетинговое агентство мы эту пытаемся снимать эту статистику дело в том что клиенты они не считают вот рынок вот 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 те пока которые у нас покупали они не считают они не хотят как увидеть нужно нужно отправную точку понимать то есть чтобы увидеть что пошел нужно сделать вести людей в один и тот же день одних без ролика на страничку вторых с роликом на страничку и в итоге посчитать сколько выпало лидов допустим или продаж понимаете тогда я четко пойму а так вот сидел сидел например три дня назад какое-то посещение было на сайте людей тут доллар поднялся и продажи упали а ролик только повесили позавчера и он так клиент может позвонить сказать ребята ролик повесил мне продажи упали ему вы курс доллара видели может дело ну понимаете ну как бы как оценить оценить довольно сложно но это нужно нужно смотреть просмотры можно посмотреть можно посмотреть реально если клиент адекватный ведет нормально статистику финансовую он видит во сколько там у него выросла продажи выросли ли звонки выросли или заказы дайте у нас не так много я не скажу что у нас сотни проектов да потому что у нас пропускная способность небольшая мы взяли вектор не на конвейеризацию немного много а вот хороших не много но хороших на качественных это наша как бы ниша то есть мы не делаем что что попало повторного запов возвращается возвращается мы еще делаем видео то есть мы запись там допустим презентация видеоотчет директора там перед новым годом да да мы рекламу снимаем и мы выиграли похвастаемся весной эйка есть такой ресурс эйка мы заняли первое место наш ролик с детьми что-то там выиграли сколько это там эйка . ком да да то есть при этом этом мы выиграли даже ну там нормально деньги 5000 евро что нам заплатили реально перечислили наша работа такое делаем то есть мы не только инфографика все что касается видео креатива вот это наша фича это все что касается рекламы да а я а я пишу скромненько 25 чтобы не пугать шаг думать что я вру думаешь да думают что я вру понимаете поэтому поэтому было 35 пугало я поставил 25 уже пошли клиенты то есть ну до такого доходит до такого доходит да какие еще просто у меня нет такого клиента я достаю клещами со всех вот я я да я сажу пою чай а я мы говорю давай дорогой давай ты можешь но ну по-разному бывает и сталкиваемся с человеческим фактором ответ да мы помогаем мы полностью простроим сценарий с двух точек зрения как литературное какое-то да ну не литературно там рекламное произведение и как копирайтинг да и с точки зрения чтобы она была продающим здесь маркетологи которые садятся это прописывают вот вытягивает тем более эти принципы то все ну как бы наша работа мы что просто сделать красивый симпатичный ролик который показывает что и покупайте нашу зубную пасту уже этого недостаточно на чай остановимся вот эти вопросы зачем вы создавали бизнес с какой целью какие мысли у вас были когда вы начинали создавать бизнес почему как какая энергия что вы хотите донести своим продуктом о чем вы мечтаете таким образом он раскрывается и главное чтобы он вспомнил вот тот момент когда он начал делать свой стартап тогда было настоящее какое-то что-то желание что-то какую-то пользу принести миру еще чего-то но бизнес для того чтобы мир стал лучше вопрос в том ну как это как это отобразить показать другим какими способами вот и все да еще есть вопрос давай футболки конечно многие сидят ради этого до конца досидели да спасибо спасибо